Потребительские права в цифровую эпоху. Эта тема стала популярной не так давно, но её актуальность с каждым годом растёт. В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в Управлении Роспотребнадзора было организовано заседание круглого стола, посвящённого этой проблеме. Интернет-бизнес развивается семимильными шагами. А вот правила интерактивных товарно-денежных отношений менялись в последний раз в 2007 году. За 10 лет прогрессивного развития глобальной сети и торговли в ней многое изменилось. Теперь для того, чтобы защитить права интернет-покупателей, нужны новые законы. Сегодня в мировой сети можно купить всё, что угодно – от продуктов питания и одежды до крупной бытовой техники и электроники. Важно помнить, что совершая покупки, не выходя из дома, нужно не забывать о бдительности. Приобретая товары через интернет, необходимо внимательнее изучать сайты интернет-магазинов, обращать внимание на графу «Способ обратной связи». Если там указан только e-mail, то этот сайт уже должен вызывать подозрения. Проверить сайт интернет-магазинов можно и другими способами. «Для пользователей, которые более или менее уже в интернете ориентируются, есть реквизиты обязательные лица. Если он предприниматель или просто предприятие юридическое лицо, у него есть ОКРН и ННН, можно на сайте налоговой службы, это сведения открытые, проверить, так это или не так. То есть, вот когда это уже так, дальше вы можете посмотреть отзывы». Если вы недовольны своей интернет-покупкой, на вашей стороне закон о защите прав потребителей. Продавец обязан заменить товар, если он не соответствует запрашиваемым параметрам. Также по желанию потребителя, продавец обязан вернуть деньги, если вы передумали и покупка вам не нужна. Вы имеете право и на обмен аналогичного товара, но другой марки. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».